Оригинальное новогоднее украшение можно сделать своими руками, к примеру, из пластиковых заготовок. На самом деле новогодний подарок своими руками сделать очень легко. Достаточно купить обычный шар. Он бывает пластиковый, а бывает из пенопласта. В любом магазине, у кого нет возможности сходить в магазины, можно найти на рынке. В принципе, все доступно. Этот шар уже подготовлен. Оля заранее его зачистила и покрыла грунтовкой. Вокруг места, где должна быть петля, сделала золотой ободок. Можно использовать разные краски. Акриловые, это немножко дороже, либо гуашь. Она стоит дешевле, она всем доступна и можно купить в любом магазине. Мы наносим гуашь непосредственно на шарик. Можно наносить кисточкой, либо можно наносить вот таким спонжиком. Он продается во всех художественных магазинах. Таким спонжиком легко нанести будущий фон. Для тех, кто рисует впервые, подойдут шаблоны. А можно просто срисовать понравившуюся картинку. Взять рисунок и начать рисовать. Ничего не размечая, просто взять, макнуть водичку, набрать нужное количество красочки и начать размечать, рисовать, как вам и что вам удобно. То есть для рисунка необходима ваша фантазия и ваше желание. Оля за считанные минуты рисует символ 2016 года – огненную обезьяну. Животное будет естественного коричневого цвета, а вот фон – розово-красный. Свой штрих в наши новогодние украшения внесу и я. Беру кисточку и набираю немного зеленой краски. Готово! А вот еще один способ, как сделать хендмейд-украшение на новогоднюю елку. Деревянные фигурки и заготовки оформляем при помощи популярной техники декупаж. Нам потребуется белая акриловая краска, клей ПВА, разбавленный наполовину с водой в пропорции один к одному, акриловый лак. Этим лаком очень удобно работать, потому что он не пахнет и очень быстро высыхает. То есть в домашних условиях это очень удобно. Дальше нам потребуются кисточки для нанесения клея и красок. Сначала покрываем белой акриловой краской, так рисунок будет ярче. Пока заготовка сохнет, выбираем салфетки с подходящей картинкой. Вырезаем нужные и аккуратно обрываем края. Потом прикладываем к заготовке, покрываем клеем и сушим феном. После очередного слоя лака разрисовываем края будущей игрушки. При желании можно украсить блестками или лаком для ногтей. После того, как добавил новую деталь, изделие необходимо вскрыть лаком. Опытные мастера могут вскрывать до 150 раз, но из-за этого изделие может сохнуть целую неделю. По словам мастера, для создания хендмейд-украшений нужна лишь хорошая фантазия. Эту елку сделала из остатков ткани. Это, получается, идет конус из картона делается, а сверху фатин на ниточку нанизывается и потом обклеивается этот конус. Берем бокалы и расписываем их, также декорируем, украшаем блестками, искусственным снегом и внутрь ставим свечу-таблетку. Новогодние украшения можно сделать из старых CD-дисков, винных пробок, крышек от газировки, старых лампочек, пуговиц, газет и даже фигурных макарон. В интернете есть соответствующие видеоуроки с пошаговой инструкцией. Покупать деревянные или пластиковые заготовки вовсе не обязательно. Достаточно найти старую елочную игрушку и вдохнуть в нее новую жизнь. Екатерина Лапицкая, Игорь Казанджи, Седьмой канал. Редактор субтитров А.Семкин